Йом-Кипур 10-го Тишрея в 2020 году выпадает на 28 сентября, день искупления. В 10 дней раскаяния от Рошашана до Йом-Кипура у человека есть возможность повлиять на приговор, который Бог выносит в Рошашана. Также стараются расплатиться со всеми долгами и давать цдаку больше обычного. Сам день Йом-Кипура искупает грехи, но грех по отношению к другому человеку искупается только если этот человек простил нарушителя и примирился с ним. Большая заслуга – полностью простить того, кто доставил тебе страдания. Накануне праздника принято окунуться в воду миквы, а также совершить обряд копород. Берут живую курицу либо деньги и, крутя ею над головой, произносят «это замена мне, это вместо меня, это выкуп мой». Потом курицу зарезают. В этот момент человек должен осознать, что если бы Бог был строг к нам, на месте этой курицы оказались бы мы. Курицу или деньги после обряда отдают нуждающимся. Йом-Кипур – день поста, длительностью чуть более суток. Запрещено мыться, пользоваться косметикой, носить кожаную обувь. Принято надевать белую одежду. Если опытный врач считает, что больному опасно поститься, он обязан подчиниться и прервать пост. Молитва «Коль Нидрей» в начале поста – заявление о том, что если кто-то выразит словами или делами что-либо несовместимое с еврейской верой, то это не соответствует его истинным побуждениям, и его душа полностью предана Богу и его торе. Одна из дневных молитв «Искор» – поминальная молитва по умершим родственникам. Молитва «Нейла» – это последняя возможность получить прощение. Поэтому в нее евреи вкладывают весь жар своей души, чтобы вернуться к Всевышнему с полной тшухой. В Израиле большинство евреев соблюдают Йом-Кипур. И даже светские евреи, не соблюдающие в течение года никаких религиозных традиций, соблюдают Судный день. Все замирает на сутки. На Йом-Кипур евреи поздравляют друг друга словами «Гмар-Хатима-Това», то есть желают хорошей записи в книге жизни.